привет друзья всех благословений вам мирного неба наше время войны наше время когда падают бомбы стреляют громкие пушки мы должны вспомнить о такой теме как побеждать что такое истинная победа что об этом знали лучшие воины мира и это сейчас необходимо для нас потому что в этом упадке культуры из-за чего собственно и появилась война не хватает как раз знаний мудрецов не хватает миротворцев очень не хватает людей которые настроены на мир которые способны победить свою ненависть и мыслить как здоровые люди они как загнанное животное которое постоянно без остановки не способны остановиться от своих глупых и опасных действий не способны задуматься постоянно убивают уничтожают друг друга эти знания которыми владели цари президенты лучшие философы и святые эти знания браминов знания советников знания которые изучают спецслужбах например древние книги так трактаты такие как суньцзы искусство войны такие как макия вели такие авторы как лао цзы веды махабхарата их не стоит забывать трудные времена ими стоит пользоваться потому что в них описаны все способы как побеждать как приводить себя в настрой соответствующий настрой для победы какую роль играет мышление каждый воин каждый человек у которого есть разум понимает что мышление играют ключевую роль и в победе и в бою тем более для планирования воин для планирования побед такие воины как бюс ли мухаммад али хабиб нурмагомед илья муромед самураи монахи шаолиня лекса долбуш а высший воин махатма ганди который без оружия освободил целую страну от захватчиков вот такие воины известны всем ну тем кто хотя бы интересуется искусством воина искусством победы потому что сейчас много людей которые не соображают вообще ничего сеют только ненависть и глупости раздоры которые критикуют миротворчество которые не хотят ничего слышать о духовности это глупцы которые вообще не разбираются не философии не в воинском искусстве которые не изучали ничего об этом надо глубоко подходить к искусству даже войны потому что без этого мир невозможен вот снова звучит сирена воздушной тревоги ну я продолжу рассказывать вам свои мысли во имя мира чтобы все было хорошо чтобы все решилось ни разу за время войны я не ходил в бомбоубежище все все ходят все прячутся по несколько раз в день даже но это это правильно каждому свое вот поэтому не надо вот тем кто сидит сейчас в америке за границей я вас прошу сейчас не надо ничего комментировать из моих лекций из моих бесед просто сидите там вот и радуйтесь радуйтесь тому что вы успели там сбежать что ваши деньги что вам хватило денег там повывозить свои материальные бесполезные тельца вот и радуйтесь только не надо критиковать миротворчество не надо ничего говорить о духовности уже и не надо наускивать всех на войну не надо разжигать войну потому что вы там сидите перечисляете бабки солдатам и орете о победах хотя давно уже известно такая фраза китайской философии что победа в войне надо отмечать траурные церемонии вот это не всем дано понять это могут понять только те кто потерял близких друзей те кто живет под бомбами под обстрелами те кто лишился домов вам не понять этих людей из-за границы поэтому не не делайте зла не делайте не портите себе карму это уничтожительная карма то что вы делаете поэтому всем советую сейчас максимально максимально стремиться к миру переговорам максимально стремится договориться всем царям советую и спасать жизни людей конечно же карма и задача царей президентов немножко другая они заботятся о том как сохранить лицо сохранить в истории свою честь но лучшие люди которые сохранили свою честь в истории и свое доброе имя они все-таки изучали и проповедовали мудрость духовность вот они очень внимательно изучали духовность например такие цари как соломон императоры индии индии цари индии которые всегда подчинялись мудрецам в древние времена всегда слушали мудрых и подчинялись их советам но сейчас немножко другая ситуация упадок культуры но ничего будем надеяться что все-таки бабки доллары не перекроют людям мозги и люди все-таки могут и способны мыслить над тем как побеждать над тем что такое философия войны искусство воина и так как я занимаюсь этим всю свою жизнь изучаю философии и религии и боевые искусства я имею право об этом говорить и что-то советовать другим сейчас мы разберем по мыслям кто такие были великие величайшие в истории воины настоящие и как они достигали побед ну возьмем скажем с кого начнем что вспомнилось начнем с суворова допустим или муромца илья муромец закончил свою жизнь в монастыре в печерской лавре если кто не знает он его поставили на ноги кто волхвы монахи которые странствовали и исцеляли людей обучали людей духовности вот кто его привел к здоровью и к победам вдумайтесь это духовность привела его к победам ну и в конце жизни он ушел в монастырь и нет тут сомнений в том что он очень уважал мудрость духовность которая и ведет людей к победам суворов как готовил своих солдат такая фраза перед боем день трудись день молись и на третий в бой значит что это значит день подготовка тела труд очищение трудом очищение огнем своего тела потом день в молитве день медитации ну то есть не спали не спали трудились нагружали себя свои тела потом сутки молились отдыхали от физического труда и готовили себя духовно и на третий день отправлялись в бой то есть не спали молились с помощью духовных методов методов христианства в данном случае приводили себя в рабочее состояние приводили свои тела во первых и свой дух свою энергию в рабочее состояние я сейчас не буду разбирать эти методики духовных практик которые очень полезны которые изучают все кто изучают боевые искусства все воины должны это знать и применять если они хотят выжить и хотят побеждать значит ну например афганцы которые служили в афганистане рассказывали много о том как они применяли славянские практики характерников древние наши практики для того чтобы выживать например как входить в состояние когда ты уже как бы сам не свой становишься ты становишься не свой ты принадлежишь уже духу ты принадлежишь богу как входить в состояние характерника например один генерал спецслужб из афганистана рассказывал ну то есть который служил в афганистане рассказывал что применял методики славян в том числе такую такой метод он повторял в опасной ситуации то есть он чувствовал заранее он раньше уже изучал духовность чувствовал тренировался и в опасных ситуациях он повторял как бы мантру я не свой я божий вот он повторял это слово и когда наступала опасная ситуация его тело реагировало так как он сам даже не мог ожидать реально ли это ну для меня это реально потому что я изучаю десятилетия уже эти вещи думаю над ними я не был на войне я не применял это в боевых условиях я не не убивал людей и не собираюсь убивать по возможности вот я только за мир я только за то чтобы обучать людей миру обучать людей даже воинов надо обучать по-настоящему обучать духовности чтобы они были воинами а не пешками не солдатами жестокими тупыми которые убивают мирное население то есть надо готовить воинов кто готовит солдатов это тоже преступники которые очень плохую карму себе готовят в жизни и и последующей жизни может быть если они даже даже эту в этой доживут до чего-то до какого-то понимания потому что карма как правило бьет еще при жизни это не что-то там заоблачное в религии не какие-то фантазии карма это значит последствия твоих мыслей и действий это простыми словами карма в переводе означают действия вот значит ну наши славянские практики практики волхвов которые создали Илью Муромца практики кого мальфаров кто такие мальфары допустим в Карпатах мальфары волхвы это одно то есть это наследники Руси Киевской Руси вот так как я сейчас нахожусь в Киеве который атакуют русские пытаются захватить то есть вообще бред тупой тупой бред происходит из-за того что люди недопонимают что откуда вообще произошло где культура а где культура там и мир вот так что ну я рассказываю сейчас не о политике это долгая и не интересная тема а сейчас рассказываю о духовных принципах победы силы источники этих сил мальфары мальфары да наследники наших волхвов славян из Киевской Руси которая во время хрещения в девятьсот восемьдесят восьмом году этой беды хрещения Руси предательство князя вот волхвы наша культура была уничтожена почти слава богу что почти вот и эти волхвы ушли в горы прятаться как всегда мудрецы уходили в горы всего этого бреда тупого и в Индии и в других странах и на Афон уходили монахи да и Грузии и в Тибете и в Карпатах вот все мудрецы уходят в горы от бреда сумасшедших толп и сохраняют свою культуру которая теряется к сожалению в толпах потому что толпы находятся под влиянием власти определенных личностей и не всегда это не всегда это святые мы знаем то есть это не золотой век вам уже так что это раньше были святые цари святые князья которые стремились которые выбирались из своего народа из своей нации путем тщательного отбора и стремились честно служить своему народу и править и они заботились о своем народе о своей нации заботились они старались сохранить свой народ вот сохранить жизнь и сохранить культуру и таким образом они достигали высшие славы в истории они достигали высшие славы тем что они сохраняли свой народ и их причисляли иногда к лику святых то есть это главный посыл нужно быть духовными нужно изучать духовность царям особенно особенно нужно слушать духовных советников вот быть человечнее и тогда цари входят в историю и становятся великими личностями истории великими победителями ну например как древние древние святые цари Индии Махабхарати описанные пять братьев пандавов и вся эта история вообще удивительная и очень очень поучительная но поздно сейчас ее изучать царям остается находить мудрецов и слушать советников чтобы все это разрешилось вот значит и кстати есть информация что Арджин вот индийский царь воин который сражался в Махабхарате который был учеником легендарного святого или пророка или бога как называют его веды воина Кришны вот и есть такая информация что Арджин дети Арджины приехали то есть попали в Приднепровье и основали как раз Киевскую Русь ну возможно может наоборот есть легенды и другие в Индии говорят что с севера пришли Арии с города под полярной звездой то есть с северного полюса где была Атлантида и основали индийскую ведическую цивилизацию вот то есть неизвестно или Арии в Индию и потом из Индии к нам или Арии сразу пришли к нам и основали нашу ведическую цивилизацию но те кто изучает это все уже давно понимают что это единая культура наша славянская культура и ведическая индийская культура то есть к Индии мы ближе ближе всего поэтому мы так тянемся к этой стране тянемся к ее духовности те кто изучают духовность они совсем зомбированы превращены в животных жестокими обманщиками слово ну слово обманщик вы знаете что переводится на наш язык как политик вот это в переводе кажется с греческого поэтому культуры культуры не воюют культуры как бы все едины есть определенные процессы которые идут и возникают вот такие вот войны если бы все были мудрецами конечно так бы не было но невозможно всем быть мудрецами невозможно всем изучать религию вот некоторым как сколько не говори сколько не проповедую это просто бараний лоб и их предназначение в другом но все равно высшая энергия бог абсолют все равно эта энергия управляет ну и грегоры скажем так управляют ихними намерениями ихними мыслями их мозгами так что каждый занимает свою роль в истории и я не осуждаю никого то есть так как я изучаю духовность я не имею права никого осуждать потому что знаю что только единое сознание управляет всеми сознаниями в этом и суть ну и сила воина зависит от этого единого сознания то есть от бога аллаха и от энергии дао как говорил Брюсли а Брюсли ну даже даже профаны даже глупцы там последние далекие от религии даже они считали его великим воином так что Брюсли уже доказал что надо изучать философию дао ну то есть дао это великое учение да тоже родственное другим духовным учениям например слово дао похоже на слово дэо дэос теософия то есть бог дэо и слово теософия наука о боге происходит от слова теос бог похоже на дао правда ну если изучать не только название слова если изучать глубоко религии их понятия а я этим занимался серьезно лет 35 то тогда можно понять что да все едино дальше я говорил о мальфарах наших которые ушли из Киевской Руси в Карпаты и основали там культуру волхвов русинов они так называют себя карпатцы называют себя русинами вот что доказывает общность опять же культур общность наций значит ну славяне славяне я не изучал подробнее западных славян Польшу Румынию Венгрию там тоже есть славянская культура славянские традиции мощная они еще не умерли под влиянием быдло культуры которая сейчас распространяется во всем мире вот значит наши буду говорить о нашей культуре мальфары с которыми я тоже общался и знаменитый мальфар не чай я к нему ездил даже описывал свои книги в поисках магов как он мне снился за несколько дней до того как я его увидел раньше я не видел его но лицо его мне приснилось и потом я его узнал когда приехал к нему и лично его увидел он приснился ко мне и я увидел лицо его за несколько дней ну еще много таких чудесных событий в жизни у меня было я поэтому я не верующий так сказать я уже знающий что такое духовность и религия никому с криком у горла с криком не собираюсь с ножом у горла там доказывать ничего пускай сами ищут мыслят у каждого своя судьба и последствия но я уже все проверил и нашел ответы в духовных учениях у лучших мастеров этого мира так вот в карпатах мальфары и не чай и другие мальфары которые подготовили долбуша знаменитого воина украины алекса долбуш легендарный непобедимый мистический воин реальный человек вот тоже взял свою силу как видим от мальфаров из духовности а иначе быть и не могло так не буду сейчас вдаваться в эти принципы которые я объясняю в своих беседах в лекциях как готовиться как правильно тренироваться правильно а не как в большинстве спортивных секций я это все обучаю и буду рассказывать но не для всех извините да но не всем даже дано это понять тем более по видео по аудио этого вообще нельзя передать поэтому кому интересно слушайте сначала мои лекции потом будем общаться дальше ну скажем атаман сирко тоже знаменитый да атаман сирко есть есть даже легенды о том о его мистических способностях ну ясно реально что такой великий человек тоже не мог быть простым простым глупцом простым человеком поэтому он и был характерником поэтому он и был мальфаром и обучался у мальфаров естественно я даже когда был студентом когда был студентом я общался с характерниками много чего они мне тоже чудесного показывали тоже подтвердил как бы свое своих поисках я нашел истину и подтвердил себе их некоторые способности тоже описал это в своей книге ну не все возможно да ездил для того кто знает вообще кто в теме ездил на остров Кадачок и был в Запорожье вот общался в общем с людьми и что еще когда был студентом даже я снимался фирмер тогда работал каскадером был акробатом там прыгал все вообще по молодости хорошенько прошел спортивную школу разных видов спорта не буду хвастаться но семь спортивных разрядов и много чего еще интересного ну не говорю уже о том что стал чемпионом Украины по именно восточным системам восточной системе по кунг-фу это я говорю просто для того мне как бы неудобно хвастаться неудобно говорить для тех кто не знает чтобы вы просто смогли услышать чтобы вы смогли прислушаться к моим словам о мире о мире о том что я говорю что я не просто там какой-то человек который сидит там дома ничего не понимает никого не видел ни с кем не общался то есть я общался с достойнейшими людьми с мудрыми людьми с настоящими поэтому имею право говорить о духовности о своем личном опыте а не о сказках и не о книжках как говорят сатанисты то есть то же самое атеисты которые ну зомбированы и не способны рассуждать и воспринимать информацию то есть мозг зомбирован он закрыт от информации от нового закрыт полностью то есть что не говоришь давай давай проверим давай исследуем давай я тебе просто все покажу за один час наших занятий и ты поймешь что такое духовности энергии отцы но сатанизм если человек в нем погряз глупость если человек в ней погряз это такая штука которая просто не позволяет сделать первый шаг вот как говорил мудрец лао цзы путь в тысячу миль начинается с первого шага то есть самая страшная глупость и сатанизм это блокировка мозга то есть человек не способен изучать новое ну с этого начинается старение и разрушение тела в первую очередь то есть природе такие не нужны и болезни бактерии вирусы грибки постепенно начинают их разрушать как трупов вот поэтому и здоровье так как я целитель также изучал все мудрые практики целительства древние и современные и науку и так далее то есть и академиков моих учителей я хорошенько слушал и изучал их методики то есть это не просто какая-то болтовня я вам говорю что без духовности целительство настоящее невозможно тем более целительство каких-то болезней рака без духовности это очень редко получается очень редко вот когда все физические методы не действуют тогда надо поумнеть и обращать внимание уже на знания мудрецов так вот когда я был студентом я снимался даже в фильме работал каскадером в одном сериале который называется за пороги это кажется кажется 2000 какой-то то ли пятый то ли восьмой год сериал за пороги называется ну там вы можете увидеть мою мордочку там даже с усами там с где-то в поединках с шаблей с саблей в шароварах и так далее то есть ну я занимался работал каскадером падал там с коня ставил поединки ну не только я ставил поединки там работали тоже хорошие ребята мои друзья каскадеры из из киевской федерации кажется федерация это была каскадеров ну не помню уже то есть я снимался в этом сериале про атамана серко чем это интересно ну вот я изучил про него немножко тоже всю эту историю как бы атамана серко я прожил на себе вот когда снимался и когда потом смотрел этот готовый фильм вот ну было интересно даже не помню точно даже я дублировал атамана серко кажется где-то в кадрах издалека один раз может может и было я не помню точно не буду говорить так вот он тоже был духовный скажем так наставник характерник и мальфар ну дальше чтобы не вдаваться не останавливаться если поговорим о восточных войнах так как я занимался с самого начала с детства вот восточными именно системами практиками начиная с 14 лет с советского союза стандартного там карате которое тогда было и потом уже там все разные приходили к нам единоборство тэквондо там кунг-фу рукопашка и все такое чем что я изучал и вот восточная философия тогда была очень популярна очень модная Брюс Ли и все это было очень интересно узнать это просто открывало глаза если бы не было этих боевых искусств и этой философии боевых искусств которую изучают уже на более высоком уровне воины то есть не начинающие но когда через 3-5 лет когда воин начинает умнеть он начинает изучать уже философию и духовную практику цигун и тайчи то есть самое неуважаемое боевое искусство в Китае это тайчи почему я тоже объяснял это уже сейчас сдаваться не буду ну скажем между прочим так что великого самого каратиста в истории Масутацию Яму никто не мог победить 300 боев он выиграл но только один мастер тайчи из Китая победил этого воина вот и думайте что такое тайчи кстати первые 10 лет своих тренировок с детства Брюс Ли занимался именно тайчи ну и это мой любимый основной стиль который я исследую и изучаю для здоровья а не для того чтобы кого-то убивать для здоровья для самопознания для развития своей внутренней энергии духа и для исцеления людей вот значит что говорит что говорят восточные воины Брюс Ли если в двух словах да хотя это невозможно в двух словах так Брюс Ли говорит что надо изучать философию вот так вот если хотите стать настоящими в частности достичь успеха в боевых искусствах надо изучать философию он он даже обучался на факультете философии когда переехал в штаты и тогда начал американцам давать какую-то мудрость восточную и какие-то тайны боевых искусств открывать соотечественники его критиковали ну может быть это было и правильно не надо было кому попало все это открывать ну как говорится мир развивается трудно утаить что-то все равно есть один закон что эти знания они не попадут то есть максимальное знание мистические знания они не попадут в руки недостойных потому что недостойные так сказать люди глупые испорченные невежественные они даже не способны ничего изучать то есть как мы видим человек если тупой ему не достучишься он не способен даже послушать пять минут и тем более он не способен изучать то что дает настоящую силу поэтому для того чтобы стать настоящими воинами не просто там пару движений научиться как животное животное тоже это умеет для того чтобы стать настоящими воинами надо потратить годы на медитации на изучение духовных практик ну и даже дальше там есть практики бесконтактного боя когда можно убивать даже убивать на расстоянии человека и это известные в истории случаи и были такие мастера дальше вот Брюс Ли мы сказали да это даосизм это философ это мудрец кто там на востоке еще самураи прикоснусь вскользь самураи которые изучали всегда изучали дзен изучали искусство меча и соединили мастера соединили его с духовной практикой учение дзен дзен чань буддизм из Китая пришел в Японии стал называться дзен немножко трансформировался но чань буддизм тоже пришел из Индии в Китай и источник этому тоже веды скажем так наша общая ведическая культура даже самураи вот как видим они стремились к духовности чтобы выжить потому что без этого без дзен все самураи понимали что они не могут достичь высоких уровней выживания и владения оружием владение мечом ну и понимание тактики боя понимание что такое победа что такое сила своего тела что такое энергия ки как называется в Японии без учения дзен понять было невозможно вот дальше если будем говорить о ниндзя ниндзя которое учение ниндзя вообще произошло от учения горных монахов Ямабуши в Японии ну а горные монахи понятно кто это духовные практики аскеты которые судя по всему как и все все вся культура все боевые искусства пришли в Японию из Китая и горные монахи даосы из Китая они просто попали в Японию и там сохранили свою культуру и она превратилась в искусство в ниндзя в синтоизм в дзен буддизм и так далее то есть даросизм китайский индийские веды потом китайский даросизм чань буддизм потом ну хотя даросизм возможно возможно это отдельное учение возникшее в Китае но я так не думаю потому что я думаю все учения имели все-таки один корень потому что они сходны ну даосизм в чем-то отличается вот от многих он где-то он уникален даосизм даосы изучают тайчи как раз их принципы гармонии с природой очень очень ценны очень важны особенно принципы гармонии важны для достижения мира вот сейчас в наше время ну так вот дальше искусство ниндзя понятно откуда произошло и дальше поговорим о восточных воинах ну допустим хабиб нурмагомедов есть такой мастер сейчас боевых искусств чемпион считается лучшим воином в мире он конечно же с детства тренировался в горах со своим отцом отец его обучал и с детства он обучался также исламу изучал религию изучал принципы того как быть человеком принципы чести и возможно даже суфистские секретные духовные практики для того чтобы стать более сильным воином вот религия это дает это позволяет и его тренировки многолетние тренировки в горах чистый образ жизни чистое мышление благодаря изучение духовности позволили ему стать величайшим чемпионом даже так сказать намного круче я думаю чем Брюс Ли и нурмагомедов он как раз и говорит о том что заслуга его побед это именно Бог это именно Аллах он говорит об этом четко так кого нам слушать глупцов которые отрицают духовность пытаются воевать с кем-то или слушать нам настоящих воинов настоящих практиков которые целиком поддерживают религию духовность мудрость вот так друзья пока что не буду прикасаться к теме того что не только воины говорили о мудрости и даже признанные мудрые люди учителя святые они были очень мощными воинами ну к примеру приведу что пифагор был чемпионом по кулачному бою он был наставником пифагорейской духовной школы изучал мудрость духовность конфуций допустим мог поднять 100 килограмм и сбить попасть из лука в летящую птицу вот такие доходят знания до нас в этих людях мудрейших лев толстой допустим мог поднять одной рукой 100 килограмм то есть так в описании написано его жизни что он мог одной рукой поднять полностью обмундированного человека солдата с оружием то есть 100 килограмм он мог поднять одной рукой дальше если говорить о реальных более близких к нам личностях которые знают все то это конечно же мухаммад али смотрите великий воин боксер философ интеллектуал и в конце своей карьеры он уже настолько развился развился что удивительно да для обычных спортсменов которые росли воспитывались на принципах западного спорта он достиг такого развития что принял ислам он принял религию дальше Тайсон кажется тоже принял ислам то есть люди которые реально стоят стоят часто стоят на грани жизни и смерти вот они учатся ценить жизнь они учатся ценить свое мышление духовность и не тратить его на агрессию не тратить его на глупости а изучать совершенствовать себя чтобы все больше и больше мастерства достигать все больших больших уровень уровней мастерства и только так это возможно только синтез тела и духа только там возможно мастерство дальше если вспомним воинов шаолиня буддийских воинов шаолиня то тоже все знают что это реальные воины которые сражались в войнах за императора которые защищали справедливость и мир всегда стремились к миру но вынуждены были воевать за императора потому что они спокойненько себе жили тренировались в монастырях горных и достигали поэтому благодаря изучение духовных принципов благодаря гармонии с природой благодаря своей философии достигали высочайших уровней в боевых искусствах и поэтому все таки политики императоры втягивали их в войны требовали чтобы они воевали за императора ну что ж так так бывает дальше мы знаем что например в Индии в Индии воины это вторая каста по значимости по уровню а первая каста самая высшая каста это каста браминов мудрецов священников и это очень правильно и так было в истинной культуре ну и мудрецы наверное мудрецов тогда было больше наверное они были еще мощнее они могли управлять даже даже убивать да на расстоянии врагов они могли останавливать целое войско как один человек допустим в наших легендах тоже есть такое один человек вышел характерник да перед войском потом раз все солдаты почему-то заснули вот потом проснулись и пошли обратно пошли домой воевать расхотелось вот такие есть легенды ну это не факт не буду ничего утверждать но возможно возможно это и было реальностью потому что даже сейчас есть какое-то какие-то виды оружия новое новейшее засекреченное которое воздействует и на сознание людей что кстати относится прежде всего к недоразвитым людям то есть если человек не владеет своим сознанием а тело это часть сознания если человек не владеет мудростью если он духовными знаниями не защищен от вот скажем так чего попало от всего что лезет закидывают ему в башку через телевизор и так далее если человек не защищен правильным мировоззрением правильной мудрой духовной гармоничной философией которые есть в духовных учениях то такой человек становится слабым подверженным всяким воздействием гипнозом и так далее вот поэтому и говорится что скажем буддизме четко говорится что это путь освобождения человека и это путь освобождения не только для вашего разума но это также освобождение для вашего тела потому что рабство все начинается с разума и почему воины изучали философии духовность потому что они всегда стремились к свободе то есть живой нормальный человек здоровый он стремится к свободе и поэтому изучает все методы способы как этого достичь также помню как и я изучал что-то что-то изучал как-то там тренировался с детства а потом постепенно я понял что о почему шаолинские монахи изучают буддизм а почему Брюс Ли изучают даосизм почему он говорит что важно изучать философию то есть надо здоровый человек задает себе здоровые вопросы а почему Хабиб Нурмагомедов говорит что Аллах причина его побед ага а давай-ка я изучу а что такое даосизм а что такое ислам а давай-ка я потрачу пару лет хотя бы хотя бы пару лет хотя это детский садик изучать какое-то серьезное учение или науку пару лет ну разумный человек понимает что это детский садик поэтому допустим по по два по пять лет и больше с перерывами или или непрерывно я изучал разные учения разные религии то есть постоянно до сих пор совершенствуюсь что-то слушаю из разных областей из разных учений и священников и христианских и шейхов слушаю и буддистских наставников и Далай-ламу и Майкла Роуча и мастера Норбекова вот и древние священные тексты ведические вот и вот и тибетский хлам и наших мальфаров и и так далее то есть здоровый человек со здоровым разумом обязательно должен стремиться к жизни как минимум да к выживанию своего тельца физического не говоря уже о духовности поэтому я не говорю сейчас вот спасайтесь духовно изучайте религию хотя это обязательно конечно обязательно без этого даже невозможно быть счастливыми людьми я так скажу проще то есть я познал это на себе что без духовности невозможно достичь счастья и внутреннего понимания себя зачем ты живешь своей жизни гармонии с другими без духовности невозможно вот но хотя бы для обеспечения выживания физического тельца для того чтобы стать хорошими воинами или спортсменами вот хотя бы для этого надо понимать что в духовности есть очень много цен очень много скажем в Китае олимпийские сборные вот получают большую поддержку в любых видах спорта спортсмены получают поддержку от своей культуры также от китайской медицины от мастеров от мастеров цигун иглоукалывания и других методик секретных для западных скажем так людей то есть вся культура способствует тому чтобы в Китае развивались люди развивалась армия да чтобы вот эта культура их традиционная культура шаолинь тайчи чтобы она помогала расти государству вот то есть армия на основе древней культуры на основе древних секретов развиваются ну конечно армия есть армия и там конечно дисциплина другая там буддизм не изучают как в шаолине там изучают другое к сожалению я даже знаю прекрасно что в определенных структурах людям запрещено даже читать книжки запрещено развиваться запрещено иметь свое мнение вот и подальше надо держаться от таких как бы структур как говорил Серафим Саровский кажется то есть Серафим Саровский что тот кто бежит от людей тот тот спасется ну то есть кто избегает людей их глупости их мнений всего этого бреда войн политики и так далее то есть конечно чтобы стать совершенными воинами надо сторониться всего всего бреда на земле но не для всех это возможно не для каждого уровня развития не для каждого возраста это возможно ну и для солдат которые допустим которые услышат то что я говорю сейчас как мне писали даже о моей миротворческой книге «Храм Киев» которую я советую всем обязательно послушать я постарался вложить туда все лучшее для того чтобы убедить людей жить в мире и также некоторые секреты духовности секреты воинов я тоже туда постарался вложить в эту книгу «Храм Киев» значит мне говорили друзья воины с которыми я переписывался что «Спасибо брат тебе за эту книгу да мы в казармах в казармах в Днепропетровске мы ее слушаем и отдыхаем душой вот так он сказал спасибо тебе брат впечатлил ты меня своим комментарием также оставляли комментарии мне многие достойные люди скажем из Казахстана мои друзья шейх знакомый имам священник написал хороший комментарий о том что о том что держись держись там в Киеве в общем пускай будет мир пусть все будет хорошо написал такую фразу что Иисус Христос очень как там бежал от глупцов как от сумасшедших то есть как от львов бежал избегал глупцов как львов потому что от них все беды все весь этот бред войны и так далее вот так вот так что комментарии скажем шейхов священников принимаются принимаются то есть я буду благодарен если достойные люди напишут мне комментарии если кто-то хочет войны опять же я говорю там не ни разу не встречался с тренировками по боевым искусствам там или какие-то там примитивное карате там изучают там сидит в штатах болеет так сказать за Украину и шлет нам бабки на то чтобы мы там шли убивать друг друга то такие люди нежелательны в моих комментариях и вообще в моей жизни они меня не интересуют хотя очень умничают там но то что то что они уехали я даже не говорю во время войны там смотались да то ладно ну испугался там обосрался уехал и и все ну я не знаю может быть стоило бы таких лишать гражданства не знаю не мне решать не мне судить я тоже не совершенен я не святой я не идеал вот ну просто задаю вопросы которые на которые может быть стоит находить ответы насчет политики да то есть не мне решать как относиться к таким людям вы сами будете решать но я предупреждаю таких людей никакой критики в мой адрес насчет миротворчества и насчет религии то есть это позор просто для вас будет если вы еще будете критиковать миротворцев если вы оттуда будете кидать какашками то что я пытаюсь сделать а я пытаюсь сделать только одно чтобы люди не погибали чтобы был мир поймите не надо называть меня трусом что я тут сижу то есть я не просто от фонаря тут начало религии говорить я изучаю ее всю жизнь я изучаю ее 35 лет поэтому я имею право о ней говорить вот кто изучает религию там меньше чем два дня да меньше чем 35 лет то может быть вам даже не стоит ничего плохого тут не писать может быть вам стоит образумиться подумать задуматься над своей жизнью потому что я вам тоже хочу помочь вы заблудились если вы заблудились если вы хотите убийств чтобы все друг друга поубивали то я хочу вам помочь ну и скажем так как настоящий поэт хранитель храма Киева да я забочусь о своих соотечественниках я забочусь о своей нации о своих людях я не хочу чтобы они погибали вот и хочу пресечь всякую глупость тупость которую которая пытается еще и что-то подгавкивать чтобы разжигать войну вот это все бред и поймите тех кто живет в иллюзиях что пытаются там сделать так чтобы втянуть другие страны в эту нашу войну да ну конечно мы всем страшно да все хотят побеждать но поймите никто никто за вас отдавать жизни не будет даже даже вы сидящие там за границей помогающие скажем нам воевать помогающие в кавычках или не в кавычках неважно даже ну на вас тоже всем плевать да вы приехали туда может быть двадцать лет назад в штаты из Украины или может быть во время этой войны вы туда приехали и вы там думаете что вы там кому-то нужны да вы там думаете что нам нам тут нато пришлет армию чтобы нас защищать спасать вывозить если вы так думаете то вы тоже тупые просто вы тупые глупцы никто нам ничего не пришлет кроме бумаги кроме бумаги там оружие и чем больше оружия этим лучше потому что да мы сильная нация мы сильные мы славяне да и никто кроме славян не может победить славян то есть сейчас славяне задача такая чтобы славяне победили сами себя вот ну и тот кто не совсем тупой должен это понять должен стремиться к миру вот тот кто имеет хоть какую-то духовность какую-то сострадание к людям к жизням людей должен стремиться к миру и о совершенном о самом совершенном воине я скажу напоследок это воин который даже не считал себя воином это воин Махатма Ганди то есть это мудрец это философ это политик который тоже изучал религию изучал юриспонденцию был юристом адвокатом изучал Махабхарату бхагавадгиту ведические описания ну и в конце концов его считают святым я думаю что это так вот но настолько столько добра сколько он сделал для своей страны мало кто сделал и я считаю его совершенным воином потому что все воины стремятся к мудрости все совершенные воины происходят из духовных учений из духовных практик они берут свою силу как я вам доказал и самый совершенный воин это тот который побеждает даже не вступая в поединок вот это считается высшей победой понимаете то есть если не хватило разума то уже начинается война да если у кого-то там не хватило разума чтобы мирно все решить начинается война а когда есть разум как у Махатмы Ганди тогда он побеждает с помощью разума и без войны без кровопролития он ценил человеческие жизни он ценил даже жизни своих врагов англичан то есть он не хотел лишних смертей он понимал что англичане сильнее и не бросался не бросал свой народ как пушечное мясо к ним под танки да под ружья Махатма Ганди он был мудрым человеком и изучил духовное учение изучил историю и поэтому он победил поэтому он победил поймите из-за мудрости из-за того что он изучал вот эти вот кажущиеся странными для шизотеистов то есть всяких сатанистов или ученых там кажущиеся странными духовными духовное учение но факт в том что как вы видите все настоящие воины которые одерживали победы они имеют один общий корень это духовность это мудрость и как следствие стремление к миру вот поэтому друзья я и рассказываю вам сейчас это находясь в Киеве где вот тоже немножко пока я рассказывал там слышал несколько выстрелов пушек где-то там в нескольких километрах за городом еще стреляют вчера было вообще очень громко все днем и вечером где-то где-то периодически грады слышны или противоракетные установки то есть такие звуки они не очень-то радуют но я не хочу заниматься ерундой там по десять раз бегать в бомбоубежище и сохранит меня Бог или не сохранит это на все его воля поэтому не особо я боюсь действую конечно по ситуации не действую глупо не лезу на смерть если будет будут бомбить уже тут рядом со мной конечно я пойду искать место то в котором желательно не утратить свое тело свою жизнь которая нужна для благих дел для хороших дел а не для того чтобы способствовать смерти и войне потому что кто верит кто не верит но это так на все своя карма то есть какое мышление у человека то он к себе притягивает и если человек агрессивен настроен на убийство то он может даже притянуть к себе пулю или там бомбу или снаряд вот я конечно тоже не идеал по характеру да то есть я как то еще стараюсь стараюсь работать над собой стараюсь улучшать себя ну как получается ну и всем этого желаю чтобы хотя бы были вот искренние старания искренние попытки как-то ну раскаяться в своей глупости как как я там всегда изучая новое изучая скажем какое-то новое духовное учение постоянно находишь какие-то в себе моменты ну и это есть путь воина это есть путь сражения с глупостями которые в твой ум набросали глупцы вокруг телевизор и так далее а мудрость рождается как раз вот на этом пути мирного воина на пути изучения духовности рождается мудрость ну а война должна идти только против глупости потому что в этом основная причина войн если бы цари были святые то не было бы войн и в религии так и говорится что джихад настоящая война джихад это значит война со своими пороками это значит внутренняя война ничего общего это не имеет с терроризмом или войной против других народов против неверных это джихад внутренняя война против своих демонов а демонов сейчас развелось развелось и если не вдаваться в то что надо из многих людей просто надо изгонять демонов сущности которые существуют и иначе они не могут контролировать свой разум свой мозг свои мысли они просто находятся под сущностью под влиянием сущностей демонов это энергетические паразиты вампиры которые ну подселенцы или некоторые говорят души мертвых да сейчас не буду вас убеждать есть есть это или нет для себя я уже все нашел и доказал и научился там все это изгонять научился и так далее так что многие люди находятся не просто под влиянием глупости а еще и под влиянием демонов сатанизма вот так вот так что надо освобождаться и путь освобождения лежит как мы видим путь освобождения себя своего разума своего тела путь освобождения страны любой страны особенно если стремитесь сделать это без убийств бескровно то этот путь освобождения лежит только через изучение вот этой мудрости если нет если нет времени то только через консультации с истинными мастерами мудрецами которые хотя бы понимают что происходит вот если у политиков есть разум то они должны к этому прислушаться и постараться сделать так чтобы все было мирно спокойно в крайнем случае если политики не могут договориться пускай они выходят берут оружие там выходят на какое-то поле и начинают друг друга мочить да скажем как 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 без чувства юмора да то есть пускай там депутаты одной страны депутаты другой стороны вот берут вооружаются и берут там идут в подвал там какой-то лабиринты для лазерных боев и пускай там мощат друг друга ну или по-настоящему ведь давайте вот так решать свои проблемы и тогда народы будут жить спокойненько хорошо и мирно хотя бы на время пока пока не выберут остальных там правителей да новых правителей после того как прежние сами самоликвидируются вот ну я не говорю что это правильно желательно это шутка конечно нужно управление нужно дисциплина но нужна в первую очередь и мудрость то есть без мудрости без духовности это все получается просто тупой бред как говорит религия без любви одного святого спросили что есть грех он ответил так без любви все грех вот такой простой ответ так что думайте подумайте над этим друзья всех вам благословений защиты бога пусть будет небо мирным еще друзья очень важный момент от нас зависит какая философия в мире будет процветать или философия мира или философия войн надо понимать это поэтому я вас прошу распространить эту информацию хотя бы поделиться может быть прорекламировать чтобы люди воины понимали что происходит и какая главная цель воина чтобы заигравшиеся воинов героев развивались и понимали что такое главная цель поэтому прошу вас поделиться с друзьями в соцсетях везде где сможете и возможно поддержать финансово все ссылки будут под этим видео аудио потому что конечно я не проситель мне никогда не хотелось у кого-то что-то просить но я это делаю не для себя поэтому у меня есть такое оправдание для совести мне придется финансировать Google для того чтобы заставить его рекламировать мир все-таки вот такая ситуация так что решайте сами что будет в будущем какой мир будет в будущем это зависит от вас от того на чьей вы стороне стороне мира или стороне войн все в наших руках наша жизнь наша карма и карма этого мира связаны так что от наших решений от вашего выбора зависит что будет дальше ну а как говорится милостыню не прошу просить противно но Будда говорил своим ученикам учил их просить милостыню чтобы бороться во-первых со своей гордыней чтобы победить свою гордыню а во-вторых вторая причина для того чтобы дать людям возможность сделать хороший поступок и улучшить свою карму то есть милостыня нужна не тем кому вы даете на улице милостыня нужна в первую очередь вам для того чтобы очистить свою карму кто считает что это моя хитрость или обман ну как хотите я не стану вам ничего доказывать это невозможно ну а кто понял меня тот может применит своей жизни эти знания о карме кармические знания которые дает в частности Майкл Роуч буддийский наставник и он хорошо объясняет как это работает и как благотворительность помогает стать еще богаче вот еще счастливее куда вкладываете деньги куда что вы финансируете оружие пули или снаряды или вы финансируете мир от этого тоже зависит ваше будущее и будущее всех ваших близких всех наших людей которые нас окружают которые или гибнут на войне или которые болеют или которые исцеляются у каждого свой путь так пусть это будет чистый путь путь настоящего истинного мирного воина как Махатма Ганди который стремится лишь к миру и духовности который стремится всех помирить стремится чтобы не было насилия и стремится распространять знания для людей чтобы невежество не превращало людей в животных в тупых жадных и злых животных Миру мир всех благословений и защиты Бога